Попадая в этот дом в поселке Чонки, сразу понимаешь, здесь обитает фотограф. Быть может, чисто на интуитивном уровне, пусть и очень качественные, но цифровые снимки фотограф открывает сразу, на показ. Творчество, которое действительно очень интимно, где душа наизнанку и каждый штрих на кадре сделан собственной непрофессиональной рукой, спрятано от любопытных глаз посторонних людей. Вячеслав Бахметов – экономист по профессии, фотография – хобби. Он – фотогурман, единственный в Гомельской области и один из шести авторов в Беларуси, работающий в технике амбротипия. Это технология одного из самых ранних фотографических процессов, которому около 170 лет. Это вообще негатив, получаемый на стекле. То есть здесь наносится светочительный слой, я потом покажу, да, пожалуйста. То есть если снять это все, да, то она на свет будет прозрачная. Немножко здесь делаю кощунство. Меня ругает мой. Это сын, да? Это мой сын, да. Ну вот можете посмотреть на меня, вот она прозрачная. То есть если она темная ложа, что она это самое. Этот способ был придуман для того, чтобы получать с этого отпечатки. Стеклянный негатив. Да, да. Который можно многократно использовать для печати фотографий. А это просто бархат, это самый темный материал, который вообще есть. По сути прозрачный стеклянный негатив превращается в позитив на темном фоне. Если кто-то посчитает, что это своего рода фотоиллюзия, то сейчас последует разоблачение. Вячеслав Пахметов держит интригу. Он приглашает нас, так сказать, за кулисы в домашнюю фотолабораторию. Вот это серебряная ванна. Здесь раствор нитрата серебра. Вот это кассета, в которую мы положим будущую фотографию. Наливается колодей. Данную пластинку я опускаю в раствор нитрата серебра. И где она в течение 4-5 минут, она отчисляется раствором нитрата серебра. И тогда получается тот светочительный слой, светоматериал, на котором мы будем потом фотографировать. Теперь есть несколько минут, чтобы сфокусироваться и сделать снимок. Значит, я кассету вставил. Со стеклом вставил фотоаппарат, закрыл объектив. Сейчас я выдвину холдер. Задвижечка между... И потом... Так, сейчас... Раз, два, и... В комнате с красным фонарем изображение проявляется. Рождается уникальный снимок. Он прекрасен своей несовершенностью. Получилось, но не вижу резко, не резко. В принципе, уже можно даже включить свет. Теперь понятно, воссоздавать подобный процесс и работать в этой технике может настоящий энтузиаст. Старые фотографы, которые до сих пор еще, ну, допустим, тоже мы общаемся, они когда-то это все делали, но как-то, ну, к этому возвращаться, естественно, никто не хочет. Вот как-то так, потому что, может быть, как там кто-то рассказывал, вот так этой химией надышался в свое время, напечатался, что уже просто вот, да, пользуется технологией современного. Для меня главное – это отпечаток. Поэтому я нашел для себя в этом удовольствие, во-первых, от процесса, во-вторых, получить тот вот уникальный отпечаток, который вот реально я хочу повесить на стенку и, допустим, или показать на выставке. Разглядывая семейную коллекцию портретов конца 19-го, начала 20-го веков, понимаешь, что вдохновляет автора единственных в Гомельской области амбротипов экспериментировать и совершенствовать технику альтернативной фотографии. Сегодня Вячеслав Бахметов мечтает организовать передвижную фотолабораторию для создания своих стеклянных работ. Пока его главные музы и модели – супруга Ольга, сын Иван и дочь Марьяна в обстановке любимого уютного дома. Наталья Каприленко, Евгений Макеенко. Новости недели.